всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 11 января и вот вчера я пикировала свои томаты вот они по стаканчикам все рассажены но я хочу рассказать о способе которыми я пользуюсь на протяжении долгих долгих лет много уже лет пользуюсь этим это как я его называю частичная пикировка или выборочная пикировка я уже говорила что у многих нет возможности высевать каждый сорт отдельно и люди вынуждены сеять все в одном лотке вот такая же ситуация у меня у меня здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять у меня здесь 11 сортов было высеяно посеяла и 11 сортов и два сорта было вот таких длинноногих это ботяня и бета или псевдо бета не знаю может это пересортится потому что многие говорят что она должна быть штамп штамповая она вот такая у меня как ботяня вытянулась даже не в том даже это не важно что какие-то длинноногие какие-то толстоногие если это разные сорта вы знаете прекрасно что они могут и взойти по-разному и развиваться по-разному вот видите вот этот уже вот этот сорт видите уже какой сейчас покажу здоровый облиствленный уже два листика полноценных а вот этот сорт он зашел позже и тут преимущественно маленькие сеянцы с двумя семидольными листочками которые могут порасти еще вот как я подхожу к вопросу пикировки я выбираю те ряды которые уже готовы полностью пикировки вот у меня видите какие вчера выбрала у них по два листика и третий в зачатке сейчас подождите возьму ручку чтобы показать так вот третий лист уже в зачатке то есть они должны у меня пойти в пикировку в первую очередь выбрала вот один ряд которые здоровые потом второй ряд выбрала бету которая высокорослая видите подписанного бета они уже тоже два листа и мало того что у них лезет третий лист они по высоте очень сильно отличаются от других я вчера показывала как вырезала ножом как кусочек торта выбрала оттуда сеянцы пересадила их стаканчики а эту землю после каждого вот сорта например один сорт обработала опять сюда насыпала опять сюда насыпала и эта рассада может прорасти еще чуть дольше но вот этой рассаде уже не нужно ее бы желательно сегодня распикировать вчера я вот этот ряд и вот эти два оставила только потому что я по времени не успела а вот этот ряд и еще один там крайний я оставила только потому что он еще размером не достиг того возраста когда вот оптимальный возраст для пикировки срок потому что смотрите я посеяла в один лоток и вот тут этим например 12 дней после всхода а вот этим они зашли на 2 или даже на три дня позже этим всего 9 дней после всхода и есть возможность иногда бывает что но не успеваешь просто по времени весь лоток если там много посажен ты распикировать тогда я делаю так выбираю самые взрослые которые раньше взошли они у меня раньше пойдут в пикировку этим остается много места им просторно они могут еще порасти вот но пикировка пришла прошла удачно потому что видите они стоят свеженькие листики неподвялые что теперь я буду делать я сейчас вчера еще полила эти вот стаканчики и теперь мне нужно на неделю о них забыть и тут есть разные варианты развития кто-то ставит вот сегодня читала комментарии в темное место даже без света один мужчина пишет что корневая в темноте хорошо развивается а листики потерпят но у меня нет столько темных мест у меня несколько лотков уже четыре или пять лотков распикированных я просто их сейчас поставлю на окно где температура чуть чуть более низкая чем здесь как я говорю я уже говорила что у нас дома очень жарко изменить я это не могу и вот они у меня будут в прохладном месте но на свету я не считаю что обязательно нужно их в темноту после пикировки светом сейчас не повредит главное чтобы не было яркого солнца как я уже говорила чтобы не было солнечных ожогов ну так как сейчас еще зима февраль тем более я живу в сибирском регионе никаких солнечных ожогах у нас речи быть не может вот сейчас они у меня будут на окне в прохладной такой температурке около 20 градусов стоять неделю неделю я буду не поливать и потом я через неделю вам покажу они ненамного изменятся в размере возможно даже новых листьев у них не будет но через какое-то время уже будет видно первые белые паутинки новых корешков которые в стаканчиках вот здесь вот будет видно потом когда корешки появятся вот эта белая паутинка нежная нежная такие маленькие тоненькие начнут проблескивать как это знаете как у грибов грибницы такие как паутинки небольшие это значит что корневая система там работает наращивается готовит растение к такому кривку когда с такой корневой системы высаживаем в открытый грунт они очень хорошо дальше идут в рост все до свидания